Rainbow English, рабочая тетрадь, 5 класс, юнит 2, упражнение номер 16. Дополните предложение, используя предлоги из рамочки, там где это необходимо. То есть видите, кое-где, может быть, они вообще не нужны будут. Напомню, предлоги в английском языке для наших учеников русских довольно проблематичная тема, потому что часто перевод идёт не такой, как в русском языке. Например, мы знаем, что когда мы говорим в школе, мы не говорим in the school, мы говорим at school. То есть вот один из вариантов, когда совсем другой предлог нужно переводить. Вот здесь тоже эти сложные варианты, которые нужно просто запомнить. Джеймс живёт в городе Честере. Но здесь нормально, здесь совпадение с русским переводом. Он живёт на хай-стрит, то есть это улица, название улицы, дом 12. В том случае, когда у вас стоит номер дома возле названия улицы, вы используете предлог at. Если бы не было номера дома, вы бы использовали предлог in. Вот такие особенности с этими улицами. То есть ещё раз дом стоит, ставите at. Двенадцатое. Глагол live тоже очень такой вредный для нас. Он имеет много перевода. Вот в данном случае это уезжать. Так вот. Тут вот давайте по смыслу посмотрим. Мы уедем. Уедем. Теперь смотрите, вариант у него из Петербурга или в Петербург. На следующей неделе и мы останемся там на 5 дней. Всё, теперь мы поняли, что значит уеду в Петербург. Если вы куда-то уезжаете, в какой-то город, то нужно использовать for. Потому что есть вариант, когда вы покидаете Петербург, то есть оттуда уезжаете. Это тот вариант, когда мы ничего не должны будем ставить. Итак, здесь мы едем в Петербург. We'll live for St. Petersburg next week and we'll stay there for five days. Третье. Я говорю до свидания Москве, то есть я прощаюсь с Москвой. И тут уже получается тот же самый live, только он там в другом времени, это не страшно. И покидаю столицу сегодня вечером. Вот в данном случае он именно уезжает из Москвы. А если уезжает из Москвы, то нам ничего в данном случае ставить не надо. Сразу ладно подскажу. После школы я хочу пойти в университет. Какие же тут у нас предлоги? Вот этот after всегда переводится после. After school I want to go. Ну, в принципе, вы с go, небось, и сами знаете, всегда практически, то, что вы слышали, всегда to. Go to university. After school I want to go to university. Мой друг работает на спортивный журнал. Ну, имеется в виду, он в статье пишет какие-то заметки. В том случае, когда идет речь о статьях для журнала или работы для журнала, мы ставим предлог for. My friend works for a sports magazine. Мои прадедушка и прабабушка живут на ферме. Но здесь все хорошо, совпадение с русским переводом. Он. My great grandparents live on the farm. Дядя Кларка интересуется спортом. В русском языке мы вообще без предлога эту фразу говорим. В английском, к сожалению, он нужен. Предлог in. Clark's uncle is interested in sport. Мы мечтаем о поездке или о визите, дословно, глазгу. Dream. Мечтать о чем-то – это dream of или dream about. Так как of у нас нет, давайте about ставим. Насчет посещения our visit. А, секунду. А, нашего посещения глазгу. Все, у нас как из go идет. Our visit to Glasgow. We are dreaming about our visit to Glasgow. Девятка. Ты провел много времени. Ну, дословно, ну, дословно, конечно, делая город, да, то есть осматривая город. Ну, пройтись по достопримечательностям, посмотреть всякие, там, не знаю, здания. Вот это все do the city. Если мы проводим время или тратим время на что-то, это будет on. Did you spend much time on doing the city? Andrew собирается сделать карьеру, ну, получается, в медицине. Тут соответствие русскому переводу. In medicine. Andrew is going to make a career in medicine. Когда мы были в Париже, мы остановились в гостинице. В Париже соответствие русскому переводу. Остановиться в гостинице не соответствие русскому переводу. Тут у нас будет предлог at. Когда мы были в Париже, мы остались в гостинице. Когда мы были в Париже, мы остались в гостинице.